добрый день дорогие друзья вы на телеканале это нтв программа тема дня меня зовут александр вальдман на фоне эскалации в сирийском и длибе власти турции приняли решение в течение 72 часов не останавливать нелегальных мигрантов и беженцев которые стремятся попасть в европу по морю или по суше сотрудникам турецкой полиции береговой охраны и пограничных переходов дано указание бездействовать а с нами на связи из германии наш европейский коллега корреспондент себе с медиа евгений кудрец женя добрый день рад вас приветствовать здравствуйте александр евгений ну я думаю нет смысла повторять в очередной раз что произошло в ночь с пятницы на субботу кто кого сколько сколько человек погибло обострение на лицо и вот на этом фоне сирия обратилась извините турция обратилась к нато с тем чтобы была принята резолюция осуждающая или поддерживающая вернее турцию греция воспротивилась наложила вето на этот документ турция открыла границы это и есть более чем прозрачный скажем так намек турции коллегам европейцам о том как надо себя вести по отношению к этой замечательной стране а ну вы знаете что уже много лет ну несколько лет вот после того как было достигнуто соглашение с эрдоганом что он сдерживает 16 года да да в шестнадцатом году сдерживает поток беженцев сторону германии в обмен на какие-то соглашения вот сейчас он решил воспользоваться этой ситуацией и открыл границы но вот сегодня появилась такая информация что чуть ли не 700 тысяч беженцев проникли через границу но к счастью она не подтвердилась речь идет о каких-то нескольких тысячах и вы знаете что греция очень жестко ответила встретила беженцев слезоточивым газом и предупредительными пулями и собственно вот этот план если был у эрдогана что он таким образом напугает европу и пустит вторую порцию беженцев ней не сработал и я хочу сказать что конечно эрдоган оказался в такой очень сложной ситуации также как и россия потому что вы знаете что россия дружит с одной стороны сирии с другой стороны дружит и с турцией и вот сейчас владимир путин оказался в очень сложном положении потому что непонятно как ему действовать и учитывая то что с турцией тоже тесные планы тесные связи и турецкий поток и так далее то есть я вот не совсем понимаю сейчас как будет москва реагировать на эту ситуацию евгений еще один вопрос вот мы говорим о соглашении 16 года но по этому соглашению анкаре помимо прочего помимо денежных вливаний на содержание беженцев и эти до деньги поступают исправно как известно тем не менее им еще полагалось цитирую с принятие в евросоюз это раз и безвизовый режим вести турции со странами европы это опять же не выполняется европейскими коллегами турции можно ли считать что эрдоган и это держит в голове запуская блеф не блеф по поводу беженцев сирийских ну мне кажется что эрдоган все-таки такой политик скажем реалистичного толка и он понимает что по поводу турции в евросоюзе можно забыть на ближайшее время это так сказать тема не не сегодняшнего дня если она будет рассматриваться то в какой-то дальней перспективы по это же переговоры начали нет нет это все это все такие знаете какие-то можно сказать мило мифотворчество какое-то мне не совсем понятно зачем это было сделано и понятно и сейчас это естественно этот вопрос вообще скрыт так сказать повестки дня но естественно эрдоган может формально этим воспользоваться и вынуть так сказать эти карты на стол и сказать собственно вы нам обещали в чем дело но здесь возвращаясь вот к вашему первому вопросу эрдоган сам себя загнал в некую ловушку вот он сказал что его видите ли пригласил сирийский народ в отличие от путина которого пригласил президент башар а мы еще вернемся как это вообще таким образом это он собирается доказывать мирового сообщества у него что есть какая-то петиция от сирийского народа или откуда откуда взялась вообще это такая идея так что и сейчас он тоже как вы понимаете оказался в сложной ситуации с одной стороны он видит поддержку все в лице нато с другой стороны он бы не хотел ссориться с путиным его знаете что он ему заявил что у путин должен уйти с его пути то есть да и это интересно что это как раз коррелируется с тем что говорит например министр обороны германии она тоже призывает россию прекратить военные действия и вот недавно собирался совету безопасности он и они тоже призвали россии прекратить военные действия в сирии так что здесь как раз есть какой-то консенсус в этом отношении но как я понимаю не у всех теперь вот цитата я очень хотел при воспроизвести цитату из речи эрдогана в субботу это было он говорит сирийский вопрос это ни в коем случае не авантюра не стремление расширить границы мы туда вошли не по приглашению асада а по приглашению сирийского народа то о чем вы говорили и пока народ не предложит нам уйти мы оттуда не уйдем я сказал путину оставьте нас с режимом один на один мы сами сделаем что нужно конец цитаты жени тут у меня сразу несколько вопросов к вам во первых как европе трактуют эти слова эрдогана как признание агрессии против сирии фактически он же расписался в этом как намерение развязать войну против россии что для многих в европе было бы очень выгодно и третье может быть хотят в европе чтобы эрдоган сделал как он сказал сделать то что нужно здесь вопрос а что нужно европе если ответ на этот вопрос но вы знаете мне кажется что европе нужно одно стабильность на ближнем востоке чтобы там не было никаких войн никаких беженцев и так далее то есть это очень просто но что касается вашего вопроса вот эта триада что что как как расценивает европа позицию и поведение эрдогана мне кажется что все таки как агрессию потому что несмотря на то что вот был телефонный разговор сразу после этих событий с марта с ангелой меркель и она выразила сочувствие турецкому народу и соболезнования и поддержала но с другой стороны собственно турция здесь выступает как какой-то вот такой понятно что это игрок ближнего востока но собственно вызывает удивление такое нахальство со стороны эрдогана который чувствует себя чуть ли не хозяином в сирии и навязывает нам повестку дня и рассказывает что пока его сирийский народ не попросит так сказать уйти он не будет ничего делать мне кажется что здесь все таки нужно на эрдогана тоже каким-то образом действовать чтобы он не чувствовал себя вот так вот вольготно в этой ситуации жени еще один вопрос несмотря на эскалацию конфликта иван корее в москве заявляют о том что стороны заинтересованы прийти к консенсусу и не обострять ситуацию а что по этому поводу думают в европах может все таки дело в каких-то амбициях непомерных вообще насколько оптимистичны прогнозы в европе относительно предстоящей 5 или 6 марта встречи путина эрдогана в москве но насколько я знаю что эта встреча должна пройти в более расширенном составе с участием ангела меркеля и макрона во всяком случае это было так анонсировано не знаю насколько это сегодня так но были такие разговоры о том что это пройдет все-таки небольшой такой саммит по по актуальной ситуации в сирии что касается перспектив то они туманны потому что мы знаем что например россия зашла в турцию в 2015 году уже скоро были пять лет как она там уже несколько раз было объявлено что россия оттуда выходит но как в том анекдоте что прощается но не уходит что-то не видно чтобы она оттуда ушла и мы знаем что собственно сирийская армия действует под руководством министерства обороны россии и все 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 операции планируются в москве и говорить о самостоятельности сирийской армии я имею ввиду войск асада не приходится и мне кажется что россии выгодно продолжать там свое присутствие чтобы показывать миру что собственно россия очень важный игрок сейчас на ближнем востоке потому что украина как-то ушла на второй план для россии очень важно играть мускулами и показывать что собственно присутствие россии там необходимо и мы понимаем что хотя формально ее туда пригласил асад на самом деле это была инициатива все-таки россии и это очень важно для путина он не может вот так вот просто сказать все ребята окей мы завтра сворачиваемся и уходим это это не в его совершенно характере и в этом вся сложность что сожалению очень много игроков как я сказал мы еще забыли про дональда трампа оттуда ушли войска американские насколько вы знаете но интерес все равно есть американский там и найти какой-то консенсус очень сложно потому что слишком много интересов тут еще иран тоже высказался что он недоволен этим угрожает турции тоже чуть ли не какими-то столкновениями то есть здесь очень много игроков и я уже не говорю про израиль который тоже находится в непосредственной стороне как бы от этого конфликта а вы в стороне но вы близко это все-таки ближний восток то есть это все касается непосредственно вас тоже и здесь найти какой-то компромисс очень сложно и сейчас уже мне кажется на западе пришло понимание того что дело не в осаде как в личности потому что казалось раньше казалось что вот-вот исчадия ада вот башар асад вот он уйдет и сразу возникнет мир и благополучия нет потому что мы знаем что существует очень много мелких группировок на территории сирии которые будут воевать сами собой и найти какой-то консенсус там очень сложно чтобы нашелся какой-то руководитель который смог объединить эти все враждующие стороны так что здесь мне кажется серии это очень затяжной конфликт и даже если осад будет смещен или будет какой-то там я не знаю военный переворот и кто-то придет ему на смену это не значит что там воцарится мир согласия и общее благополучие жизнь спасибо огромное за это интересное интервью спасибо всего самого доброго успехов и до новых встреч до свидания спасибо спасибо вам друзья что были с нами всего доброго до новых встреч